Кавказ это территория покоренная, оккупированная Россией. Правильнее будет сказать, покорение это все-таки, если бы мы смирились, это было бы покорение. А это именно оккупированная территория, не только Чечня. Весь Кавказ, он оккупирован Россией. И поэтому, сколько бы времени не длилась эта оккупация, хоть тысячу лет мы будем в этой оккупации. Скажи, пожалуйста, почему ты сделал такой перерыв и пропал на несколько месяцев? Очень интересно. Я в это самое время обул Кадырова. Я занимался обуванием Кадырова. И я сейчас говорю не о том, что я его обувь покупал. Посмотри на моем основном канале, есть два последних видео как раз на эту тему. Так, еще немного про Джамбетова скажу. Из его видео, из тех слов, что были им сказаны, уже понятно, в каком направлении будет идти дальнейшим его деятельность, то есть, что мы будем слышать от него. Это было, знаете, в тех словах, что я здесь все посмотрю, здесь есть хозяева, у этой земли есть хозяева, достойные люди. Я, значит, проанализирую здесь все. И если здесь есть свобода, то я на весь мир об этом заявлю. И вот, по сути, это был такой анонс к тому, что будет дальше. А дальше нам как раз будут об этом рассказывать. Но я хотел, Джамбетова, Хусейн, обратиться лично к тебе. Ты видел сейчас, я, можно сказать, в твою защиту высказался, по крайней мере, от некоторых людей. А сейчас я хочу поэтому тебя попросить. Поскольку ты находишься уже в Чечне, наверняка ты имеешь там доступ, если еще у тебя не состоялась встреча с Кадыровым, то у тебя она, скорее всего, состоится. И я бы хотел, чтобы ты спросил его, а потом рассказал нам о том, что он тебе ответил. Значит, спроси его про смерть Эдилова, за что он его убил, чтобы он рассказал тебе правду. Узнай у него, пожалуйста, что случилось с Эльханом Сулеймановым. Где этот человек, куда он пропал. Попытайся что-то насчет него выяснить. Если Кадыров тебе не даст ответа на эти вопросы, то, пожалуйста, сам, поскольку ты находишься дома, сам поищи Эльхана Сулейманова. С Эдиловым-то понятно, его уже нет. Попробуй найти Эльхана Сулейманова и запиши с ним совместное видео или эфир проведи. У нас есть вопросы к нему. По поводу доброжелателей в Украине, почему я говорю, что у нас таких немало, и в большинстве, я, по крайней мере, из того, что я наблюдаю, я вижу, что вот эти вот доброжелатели, в кавычках, это, как правило, вещающие на русском языке какие-то, я не знаю, украинцы они или нет, но это украинские каналы, вещающие на русском языке. И один из, на одном из таких каналов, по крайней мере, в Ютубе это популярный канал, и я вижу, что очень много людей русскоязычных дают там интервью, выходят с ними в эфир. Они запостили вот такое видео, давайте я вам сначала его покажу. Некоторые республики и территории, которые планируют покинуть недофедерацию после фиаско, могут решить, что избавятся от выплат репараций. Хотим их разочаровать. Выход из РФ, условный Чечни или Татарстана, не избавит их от уплаты по счетам. Они будут платить свою долю, согласно процентному соотношению ВВП на момент отделения. И вот здесь справедливость наконец-то восторжествует. Это не новое видео, я обнаружил его еще недели две назад, запостил у себя в телеграм-канале. На что я хочу здесь обратить внимание? Просто до сих пор нет никаких объяснений от этого канала, то есть ничего по этому поводу, никакого опровержения. А я хочу обратить ваше внимание на то, что вот когда они говорят, что при распаде, да, условном распаде там России, и когда те республики, которые захотят или отделятся от России, что они не уйдут от выплаты репараций. И если бы, сказав это, и в качестве примера они бы привели не Чечню и Татарстан, а там какую-нибудь Мариэл или область, еврейскую автономную область, или что-то такое, если бы они сказали, или какие-то там, ну любые иные, может быть, регионы, не кавказские. Может быть, я бы даже не обратил на это внимания, подумал бы, ну, наверное, они как-то, они имеют в виду, что более такие российские, скажем, регионы, они, наверное, имеют в виду. Но они в качестве примера привели две республики. Одна, это Чечня, пережила две кровопролитные войны, борясь за свободу, за независимость. То есть, пытаясь отделиться от России, мы пережили две кровопролитные войны. Это я сейчас не ухожу куда-то далеко в историю. Это вот сейчас это было, вчера. А Татарстан, вторая республика, приведенная дикторами в пример, они хоть и не воевали, хоть крови не пролили, но они, по крайней мере, попытались. То есть, они тоже были в числе тех, кто попытался выйти из Советского Союза и не войти в состав России. То есть, из всех возможных примеров они выбрали именно два вообще неподходящих. То есть, это был такой посыл, что несмотря ни на что, боролись вы, не боролись, оккупация, это плевать мы не хотели. И, понимаете, такой проброс, они не могут не понимать, какая будет реакция на это. И работа таких вот СМИ, ее тоже нужно, я думаю, ей тоже нужно давать правильную оценку. На них тоже нужно обращать внимание украинским властям, украинским спецслужбам. Потому что это такое ощущение, что это такой посыл, знаете, именно к нам, к тем народам, борющимися за свою свободу задолго еще и до Украины, воюющими с Россией задолго до Украины. Такой посыл к нам, типа, чтобы наши настроения, а у нас проукраинские настроения в абсолютном большинстве, такое ощущение, чтобы вот эти настроения наши изменить. Понятно, что я и многие анализирующие, смотрящие, следящие, они, конечно, не купятся на такое. Мы понимаем, мы видим, что украинское государство, украинская власть последовательно поддерживает наши стремления к свободе и независимости. Но не все, понимаете, будут реагировать таким образом. Это такая попытка внести раскол. Поэтому было бы, конечно, хорошо, если бы на вот эти вот пробросы обращалось внимание, чтобы такие вещи пресекались. Актором этого ролика, я думаю, в отношении них стоит, ну, на них, как минимум, стоило бы обратить внимание редакции, если редакция не согласна с таким, с такой постановкой. Если же редакция все-таки согласна с этим, значит, там проблема в целом со всей этой редакцией. Как ты считаешь, должна ли будет Ингушетия выплачивать репарации, если же вдруг она захочет отделиться? Ведь она не стремилась к независимости так, как Ичкерия. Я не считаю, что на Кавказе вообще есть такая республика, которая в случае каких-то, ну, в случае выхода из России, вот так скажем, должна нести какую-то ответственность за действия России. Я так не считаю. Кавказ – это территория покоренная, оккупированная Россией. Даже правильнее будет сказать, покорение – это все-таки, если бы мы смирились, это было бы покорение. А это именно оккупированная территория, не только Чечня. Весь Кавказ, он оккупирован Россией. И поэтому, сколько бы времени не длилась эта оккупация, хоть тысячу лет мы будем в этой оккупации, спустя тысячу лет, если кто-то из этой оккупации освобождается от этой оккупации, это, во-первых, право этого народа, и, во-вторых, никто не может предъявлять претензии этому народу. Я понимаю, если бы те, кто претендуют на репарации от этого народа, от кавказского кого-нибудь государства, если бы они в свое время пытались помочь деоккупации, и этот народ бы противился этому, это, может быть, было бы что-то иное. Но в данной ситуации я не считаю, что вообще вот этот подход, он применим к Кавказским республикам, в принципе. Не считаю, что он применим к Татарстану, так как Татарстан ясно в свое время заявил о своем суверенитете, не хотел быть в составе России. Но Россия тогда путем устрашения Татарстана, то есть они показали Татарстану на примере Чечни, что они сделают с ними, и, по сути, заставили их подписать этот федеративный договор. Поэтому, тем более, татары, Татарстан, в Крыму это ведь те же самые татары, это один народ, просто они как бы разделены территориально. Я считаю, что это очень серьезно вбивает клин, понимаете, то, что они вот упомянули именно Чечню и Татарстан, это такая вот попытка, ведь татарам явно не понравится то, что они сказали. А татары это не только те, кто живет в Татарстане или в России, татары это и те, кто сегодня сражаются в рядах ВСУ против России, татары это те, кто живут или жили, вынуждены были уехать из Крыма, это ведь тоже татары. Субтитры создавал DimaTorzok